Не всякий священник может быть правоповедником в социальных сетях. Священник должен приводить человека ко Христу, а не к самому себе. Не буду называть имена, но есть у нас такие способные ораторы, которые в первую очередь заботятся о количестве лайков в свой адрес. И менее всего обращают внимание на то, что это устремление к этой самой рекламе очень подрывает их реальный авторитет и доверие к их словам. Отец Николай, как не опуститься до того уровня, когда из-за цели выглядывает эго в соцсетях? Я уже опустился. Ну все-таки вас пока не обвиняют, что хорошо. Я не знаю, про кого говорит святейший. Я все мысленно на свой счет тоже приравниваю, пытаюсь, может быть, я тоже где-то в чем-то. Ну, мне кажется, здесь про отношение лайков речь идет про какой-то невротический нарциссизм. То есть когда твоя самооценка зависит от количества лайков. То есть когда твое самомнение вообще о себе зависит от чужого мнения в целом. Тогда вообще в соцсетях делать вообще нечего. А с другой стороны, харизма человека это то, что как раз и подкупает аудиторию. Святитель Иннокентий Московский сказал, что сперва нужно, чтобы люди тебя полюбили, а потом нужно говорить им о Христе, а не наоборот. Апостол Павел тоже был всем для всех. То есть он делал это с целью проповеди Христа. Другое дело, если ты делаешь это с целью корысти какой-то, понравиться, поднять свою самооценку, самоутвердиться, набрать лайк, вот про что и говорит патриарь, да? То есть про какую-то болезненную потребность во внимании. А если для священника уже социальные сети становятся важнее литургии, вот на мой взгляд это уже самая профессиональная деформация. Это литургия, потому что литургия это сердце. Человек не может, в социальной сети это все равно, я по себе скажу, ты себя отдаешь. А литургия, когда ты перед Богом стоишь, да, и падаешь ниц, да, в общем колени тебе для этого и были даны, ты восполняешь себя, свои силы. Но если ты не восполняешь, то ты будешь людям отдавать. Ты будешь просто тратить себя ради каких-то своих личных целей, но в итоге ты почувствуешь сильную опустошенность. Это, наверное, то есть пастырское искушение, о котором говорил Святейший. Не нужно изображать из себя лучше, чем ты есть, духовнее, чем ты есть, добрее, чем ты есть. Священие должен быть самим собой, настоящим. Не учить людей по молитвеннику, как жить и проповеди читать пафосные, а просто оставаться самим собой, семенином, бабюшкой, или если он монах, то монахом. И говорить людям о том, что тебя интересует. И если это понравится аудитории, ты найдешь тех людей, которые будут тебя смотреть, слушать или читать. Так как у меня специфика блога более семейная, мы просто показываем жизнь священника. Это лучше разрушает те самые стереотипы, которые вы говорили о церкви. Потому что многие, как оказалось, не знают даже, что священники могут жениться, например. Что они могут иметь детей, что они могут сидеть в интернете, что они вообще сидят в интернете. То есть, на самом деле, очень много, столько непонимания и столько незнания про церковь, что с этим нам предстоит работать в дальнейшем. И это именно как раз-то самая молодежь, меньше 20. И вот из-за этим будущее. Я думаю, мы на это должны ориентироваться, общаясь. В первую очередь, в разнообразии контента раз. Во-вторых, проводя эфир, они тоже очень много дают. Ты с людьми разговариваешь, они тебя смотрят в прямом эфире. Без подготовленных вопросов, такой какой-то есть. Мы даже просто с матушкой на кухне садимся. Дети вокруг нас бегают, прибегают. То есть, живая там. Я там пошел к чаю налил, кофе там сделал, приготовил. Мы там пошутили, друга подкололи. То есть, люди видят, как священник общается со своей женой в неформальной обстановке. Это гораздо более ценится, чем ты стоишь на воне с крестом и просто снимаешь подготовленную проповедь. Это, да, тоже такой жанр необходим. Но для соцсетей там жизнь нужно показывать. Вот почему многие, собственно, и не хотят туда идти. Почему у многих есть предубеждения насчет социальных сетей. Ну, потому что это можно делать по разным причинам. То есть, для самопиара, из каких-то своих психологических потребностей, невротических потребностей даже, духовных потребностей, псевдодуховных, вернее, потребностей. Но если человек это делает искренне, именно ради служения Богу, но все это делает в красивой форме, которая привлекает нам другим людям, он может сделать очень большое дело для церкви. Я даже проводил опрос, сколько людей, какой процент моих читателей изменил отношение к церкви. И оказалось, что более половины. Около 15% впервые сходили в храм и около 7,5% впервые причастились. Я проводил это среди аудиторий в 200 тысяч человек. Сейчас аудитория у меня в два раза больше. Я уже не стал проводить, но мне было интересно, есть ли вообще смысл какой-то. То есть, это было не для каких-то моих честолюбивых, а просто понять, вообще смысл какой-то в этом есть. То есть, люди идут, идут, а что толку-то, собственно-то? Для чего это все? То есть, как раз про что говорит Святейший? И где виртуальность, и где реальность? Вот я думаю, что все священники и миссионеры, которые занимаются проповедями, они должны, иногда ставят себе эти вопросы, заниматься такой бюрократией. Все-таки периодически проверяя на то, какой результат, какой итог той деятельности, которую ты проводишь.